В Эскитиме побывали представители Общенародного фронта и региональные организации инвалидов-колясочников. Они оценили доступность городской среды для маломобильных горожан. За пару часов несколько человек побывали в банках, госучреждениях, словом, там, куда инвалиды обращаются чаще всего. Как отмечают участники проверки, не все организации были для них доступны. В первой половине дня два человека на колясках и двое сопровождающих посетили несколько самых нужных для инвалидов учреждений. Как они отмечают, совсем не вызвало трудностей попасть в МФЦ, в соцстрахе тоже не возникло вопросов. В эти организации маломобильные граждане обращаются чаще всего. В списке самых необходимых также пенсионный фонд. Подъехать, собственно, к двери пенсионного фонда нельзя. Идти на костылях далеко, на коляске слишком пересеченная местность. Это, я говорю, как бы про тех, кто на костылях или тех, кто на коляске. По оценке Михаила, почти везде отсутствует телефон ситуационной помощи. Хотя его наличие могло бы решить сразу массу вопросов. Например, часто инвалидам нужно перебраться из машины в коляску. Либо наоборот. В этом случае нужен помощник. Телефон был бы кстати, однако иногда сложно найти даже место для парковки, не говоря о помощи, говорит Михаил. Больше всего сложности вызвали походы в Сбербанк, администрацию. В администрацию только с заднего хода. Там было неудобно. Неудобный пандус, пороги и только на первый этаж. Отсутствует нормально обозначенная парковка для инвалидов. То есть знак есть, но как там располагать машину, непонятно. На парковке отсутствует телефон ситуационной помощи. Вот я, прежде чем добраться до этой самой кнопки вызова, должен как-то достать коляску из багажника. Но это же нереально. Существующий пандус не соответствует нормативу. Особенно в начальной части. То есть на него попасть очень тяжело и опасно, и с него спускаться тоже. Когда на этот пандус удается попасть, уже добраться в Сбербанк, там нормально. Но попасть туда нельзя. Парковка перед Сбербанком отсутствует. Она находится на другой стороне дороги, что само по себе является неудобным. Особенно в мокрое и зимнее время. Такие тесты региональная организация и ОНФ проводят постоянно. Существует даже график посещения городов Новосибирской области. Искитим стал очередным в списке. По сравнению с прошлым годом есть перемены в лучшую сторону. К сожалению, то, что администрация сама вдруг оказалась недоступна, это, наверное, самый главный минус, который мы выявили. Есть положительные моменты, есть отрицательные моменты. И те же самые положительные моменты, допустим, в прошлом году были отрицательными. Светлана Заикина отмечает, что часто требования к организации доступной среды соблюдаются формально. Те же пандусы есть, однако пользоваться ими неудобно. Устранять подобные нарушения сложно, поскольку это не было учтено при реконструкции объектов. Решать вопросы планируют мирным путем, поскольку в этом случае шанс на исправление ситуации более успешен. Вместо оплаты штрафов деньги уходят на устранение недочетов.